Еще последний вопрос есть. Ответ. Почему вы такой нездоровый человек с такими возможностями? А кто вам сказал, что я нездоровый человек? У меня здоровья хватит на сотни или на тысячи людей. Прокажетесь, ну что? А вы больше не будете записывать? Кто? Зачитывать не будете больше. Чего-чего? Я не хотел вопросов. Вы записки не прочитаете. Ну я же не могу все записки прочитать еще, видите? Может, я задам? Нет, а чем вы лучше других? Нет, тут не один, а я не хочу писать. Мы все касаются помощи. Помощи, опять-таки, на сайт присылайте свои вопросы. Если возможно, я помогу. Поэтому, опять-таки, понимаете, вот странно, мы сейчас пришли на встречу с читателями, правильно? Книг. А там разве пишется хотя бы о помощи, чем-то и так далее? Нет. То, что я помогаю, дополнили к этому, это не значит, что пришедшие сюда на встречу должны требовать от меня помощи какого-либо. Не, не, а наоборот предлагают. А, помню, но все равно напишите на сайт, ну поймите следующее, напишите, я отвечу, потому что, извините, я не могу перебирать записки, пока не буду вашей. Потому что все, которые были, по очереди шли, как я по очереди и отвечал. Поэтому, чтобы разно всегда поставить вопрос о здоровье или не здоровье, в мое здоровье ни один человек не выдерживает даже одной минуты работы, которую я выдерживаю. непрерывно, каждый год, точнее, 20 лет. А крепость моего мышца я мог поспорить с молодыми. Я мальчишка, когда он крестился пудовиком. Многие могли креститься пудовиком, скажите, а? Пудовиком. Много крестилось людей? Не, мало. Мало, да? Ну вот и я сейчас могу покреститься не только пудовиком. Поэтому, так сказать, когда приходится работать по 20-25 часов, а если учесть, что у меня 25, почему не говорю, не случайно. Потому что даже когда я отдыхаю, я не отдыхаю. Понимаете? Усталость, если прием, это естественно. Но а такую усталость, если бы другие, я не думаю, чтобы они... Один когда-то, один из тех, кому он чуть-чуть научил чего-то, он 5 минут пытался разрушить камень почки, у него не получилось. И после этого он спал 30 часов беспробудно. Так вот, понимаете, что многие вещи, которые происходят, они требуют не такого потенциала, как нужно разрушить камень почки, который делается за несколько секунд, без всяких проблем. А если учесть, что то, что я делаю, вы думаете, некоторые вещи, которые происходили, вот то, что я описывал в статьях и так далее, вы думаете, за то, что я такие вещи делаю, мне за это смотрят спасибо, да, мне и моей жене, к примеру. Спасибо, говорят, за такие дела. Пытаются еще уничтожить всевозможными способами, потому что, как говорится, кость в горле, которая пока им мешает, в некотором плане то, что мы делаем. Поэтому, так сказать, попыток уничтожения разных планов столько происходило. Но такие уничтожения, такие, как раньше, это примитивные были, когда они поняли давно, там, бобу положить, там, пули пустить и тому подобное, иголочки там и так далее с ядами, это мелочи. Поэтому они сейчас делают другое, непрерывно идут программы на уничтожение, просто-напросто. Их все приходится переваривать, то есть это решать. Так что, а, так сказать, лишний вес, который есть, я думаю, что если бы посидели бы по 15 часов за компьютером, работаю каждый день, да, я ем, наверное, меньше многих сидящих здесь в зале. Так вот, это во-первых, а во-вторых, так сказать, это еще генетика. По генетике, когда идет определенное явление, природа заложена так, что с возрастом у человека подвижность теряется, но это понятно, не нужно объяснять. И природа, когда, неважно когда, что было, заложила программу, что по мере потери подвижности создается такая жировая подушка, защищающая внутренние органы. Поэтому с точки зрения природы то, что существует жировая подушка, которая мне лично очень сильно мешает, я бы с радостью от нее избавился, но тратить на это время, у меня нет желания заниматься этим, это я считаю ерундой, потому что от того, что сделаю это или не сделаю, это мне не поможет решать моих проблем. Понимаете, мне, так сказать, нужно, для того, чтобы решать, мне нужно вот здесь вот. Так что пока это мне работает весьма неплохо, и нагрузки выдерживаю, сложно представить, но поверьте, это огромное. Поэтому здоровья у меня хватит на тысячи людей.